Эх ты, вот это да. Сегодня новую партию товаров надо закупать, а деньг походу не хватит. О, идея. Тамара Васильевна, в смысле не дадите взаймы своему зятю, который, между прочим, вас на работу к себе устроил, чтобы у вас прибавка к пенсии была и кубышка копилась. Ну вот из этой кубышки и прошу в долг. Ну недели на три, месяц максимум. Перестаньте унижаться перед родственниками и знакомыми. Подайте что-нибудь на пропитание. Просто возьмите кредит в банке. Кредит? Серьезно? Я уже в нашем банке спрашивал, там не дадут. А по другим банкам у меня времени шататься нет. Хотя повод есть. Кто вместо меня работать-то будет, пока я по банкам буду ездить и тону бумажек для них собирать? Ну вообще-то, чтобы выяснить возможность получения кредита в других банках, никуда ездить не нужно. И готовить бумажки пачками тоже не обязательно. Ага, прилетит друг волшебника в голубом вертолете и подарит мне чемодан денег, да? В каком-нибудь фильме так и случится. Держите деньги! Улетают! Улетают! А у нас век цифровых технологий. Поэтому реальные волшебники сейчас сидят за компьютерами и пишут полезные программы. Вот вы, например, в чем свою бухгалтерию ведете? Облачное что-то. Бизнес-старт вроде называется. Как-то так. Мне сказали, что это та же 1С-бухгалтерия. Только в облаке и попроще. Ну вот для таких, как я. Вот и замечательно. А вы знаете, что всем пользователям обычной и облачной версии 1С-бухгалтерии доступен сервис 1С-кредит? А че это? Фирма 1С начала налево и направо денежки раздавать? Тебе держи и тебе. Тут по миллиону. Не совсем. Но зато мы можем подсказать вам, где они лежат. Просто откройте свою программу, перейдите в раздел банк и касса, финансы, 1С-кредит. В открывшемся списке нажмите кнопку создать и дальше следуйте подсказкам программы. Дело в том, что подключенные к сервису 1С-кредит банки и микрофинансовые организации сообщают нам, каким требованиям должен отвечать их потенциальный заемщик. И если ваш бизнес удовлетворяет требованиям хотя бы одного такого банка, то вы увидите его предложение. Пойдешь за меня. Дальше вы галочками выбираете те банки, в которые вы бы хотели отправить запрос. Программа сама сформирует нужный пакет документов для каждого банка. Ну а дальше все, что вам останется, это ввести пароль в ваши электронные подписи и нажать кнопку подписать и отправить. И ко мне тут же постучаться в дверь с чемоданом денег, да? Почти. Если отправленный вами пакет документов устроит хотя бы один из банков, то вам придет сообщение о том, что ваша заявка на кредит предварительно одобрена. Останутся только формальности. В некоторых случаях даже ездить никуда не придется. Подписанных электронной цифровой подписью документов вполне может быть достаточно. То есть я в этой системе смогу увидеть все предложения от всех банков и взять кредит, который захочу? Ну это же бешеные бабки. Нет, только те предложения, для которых ваша компания будет отвечать минимальным граничным требованиям. Ну и конечно только от тех банков и микрофинансовых организаций, которые уже подключились к сервису 1С кредит. На момент записи этого видеоролика таких пока немного. 5, 10, 4, 5, 10, 5. Меньше 10. И еще как минимум десятка 2 уже находятся в стадии тестирования. Уж очень это удобно получается и для банков, и для заемщиков. Так что даже если сегодня вы не найдете предложения для своей компании, то уже через несколько недель они вполне могут появиться. Да, идея хорошая. Действительно можно сэкономить кучу времени и нервов. Стоит попробовать. У меня вот только один вопрос. Сколько я за такой сервис буду должен? Нисколько. Ох, это эти сказочки. Бесплатный сыр, но он только в мышеловке. Поэтому давай, рассказывай. Для пользователей 1С бухгалтерии и 1С бизнес старт эта услуга бесплатна. Небольшую абонентскую плату и комиссию мы берем с банков. А для вас, как для заемщика, это просто обычный кредит, который можно получить быстро и удобно, не покидая свое рабочее место. Надеемся, что этот сервис, как и многие другие сервисы 1С, помогут вашему бизнесу развиваться. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал «Справочное бюро предпринимателя». И увидимся. Тамара Васильевна, ну все, деньги нашел. Да, в банке кредит беру. Нет, ну конечно проценты есть. Ну и что? Зато нервы в порядке будут.